Здравствуйте! В эфире новости на МТРК. О событиях к этому часу расскажут мои коллеги Яйгири Мукашева. Вот главная тема. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Два новых случая заражения коронавирусом выявлены в Северном Казахстане. Оба заболевшие приехали в регион из Российской Федерации. Это 20-летний студент из Тюмени, который 15 мая прибыл в Казахстан через пункт пропуска Жаножол Мамлюдского района. Его обследовали на COVID-19, изолировали в карантинный стационар в Мамлюдке. Еще один новый заболевший – 32-летний грузоперевозчик, приехавший 16 мая из Омска. Количество контактных лиц устанавливается. По информации, на 10 утра 18 мая в карантинном стационаре остается 162 человека, в провизорном – 35. Дома по медицинским показаниям продолжает находиться 384 североказахстанца. С 18 мая в регионе начался четвертый этап послабления карантинных мер. С этого дня к работе возвращаются бизнес-центры, объекты общественного питания, железнодорожные вокзалы. Последние пока только для реализации билетов. Какие еще объекты выходят из режима самоизоляции, расскажем далее. Железнодорожный вокзал Единовременное пребывание не более 30 человек и объекты общественного питания, функционирующие на открытом воздухе, с летней площадкой в соответствии с санитарным требованиям. Время работы до 22 часов. Установлен запрет. Этой новости предприниматели обрадовались и некоторые уже сегодня принимали первых посетителей. К примеру, летняя площадка кафе «Равиоли». Несколько клиентов здесь обслужили во время обеда. На вечер забронировано еще пару столиков. Всего с 18 мая в Петропавловске открылись 32 кафе. 7 из них летние. Все ограничения по всем санпинам мы соблюдаем. Обрабатываем руки санитайзером. Для клиентов стоит. Обрабатываем перчатки. Ходят в маски официанты и бармены. Замеряем температуру клиентам. Соблюдение столов до 2 метров. Сейчас мы расставили столы у нас пока в данное время на 28 посадочных мест. Свои двери открыли также гостиницы, дома отдыха и туристические базы. На входе у посетителей и клиентов обязательно будут проверять температуру. Здесь главное не допускать переполненных объектов и… Соблюдать расстояние не менее 2-1,5 метров между посетителями. Минимизировать прямой контакт с персоналом и клиентами. Все вновь прибывшие должны иметь при себе отрицательные результаты ПЦР на COVID-19. Дата должна быть не позднее 7 дней. Также после выезда каждого посетителя обязательно проводить генеральную уборку комнат с применением дезинфицирующих средств. Предусмотреть изолятор для лиц с подозрением на COVID-19. Посещать мечети и храмы смогут теперь верующие. Хорошая новость и для детей. С понедельника в области открываются образовательные центры, кружки. Также разрешили подготовку летних оздоровительных лагерей. Предоставляется доступ населению к стадионам, футбольным, баскетбольным, теннисным, волейбольным площадкам, находящимся на открытом воздухе. По словам главного санитарного врача, массовые спортивные мероприятия проводить все еще запрещено. Так же, как семейные, корпоративные и памятные. Алена Хан, Новости МТРК. Новости МТРК. Новодорожное полотно до сих пор не сдали в эксплуатацию. Антикоррупционная служба вместе с экспертами отправились на место и проверили качество дороги. С ними побывал и мой коллега Абайль Жанов. Приводить в порядок почти 6-километровый участок трассы, ведущий к селу Заградовки, начали в июне прошлого года. Тендер тогда выиграла компания «Казфортис». На эти цели выделили рекордные для Исийского района 340 миллионов тенге. Примерно один километр обошелся в 59 миллионов. Сдать объект подрядчики обязались через полгода, но не вышло. В указанный срок дорогу не приняли к эксплуатации и признали непригодной к использованию. Дорога до сих пор еще подрядчикам не завершена. В связи с этим, по данному поводу, нами был подан иск, специализированный Межрайонный экономический суд Северо-Казахстанской области, в отношении подрядчика, для того, чтобы признали его недобросовестным участником государственных закупок, для того, чтобы обязали завершить работы. На сегодняшний день автодорога до сих пор еще не принята в эксплуатацию, потому что работу не закончили. И кроме этого у нас еще имеется замечание к данной автодороге. Это именно на качество обустройства асфальтного покрытия, на качество обустройства дорожной одежды, опять же, то же самое качество установки дорожных знаков. Исправить ситуацию подрядчики пообещали до 31 мая, спустя год после начала ремонта. Дали письменную гарантию. Тем не менее, антикоррупционщики и независимая экспертиза решили проверить нынешнее состояние новой дороги, сделали необходимые замеры, а еще взяли пробы и отправили в лабораторию. После осмотра стало ясно, дорожное покрытие действительно нельзя назвать приемлемым, говорит директор Национального центра качества национальных активов Жолдыбай Тинтеков. По его мнению, подрядчики не соблюдали госстандарт. Плохо пролит на основании битум или вяжущий, который идет по проекту, плохая проливка. То есть нет сцепления асфальта с основанием, то есть с щебенчатым основанием. Второе, несоблюдение толщины слоя. Подрядчики свою вину не признают. Говорят, что вместо среднего ремонта пришлось делать капитальный. Мол, со своего кармана еще и пришлось доплачивать половину стоимости. Это 170 миллионов тенге. Получается, работали себе в убыток. Было в проекте заявлено, что здесь асфальтированная дорога и 70% материала мы должны были брать отсюда. То есть мы должны были приехать сюда, добавить 30% своего материала и сделать средний ремонт этой автодороги. Когда мы сюда приехали, здесь был грейдер. И тех денег, что выделило государство на эту автодорогу, должно было хватить только на 2 километра той работы, которую мы провели. Мы можем обратиться в счетную палату. Специалисты взяли образцы асфальта на экспертизу. Но даже сейчас невооруженным глазом видно, что качество асфальта здесь оставляет желать лучшего. Такие ямы встречаются практически на каждом участке трассы. Времени, чтобы исправить недочеты и завершить строительство у компании «Казфортис» немного. Успеют ли это сделать? Остается только ждать. Абай Альжанов, Казбек Арыкбаев, новости МТРК. Четыре североказахстанца погибли на прошлой неделе в результате чрезвычайных происшествий. Их, к слову, за последние семь дней зарегистрировано 50. Половина из всех несчастных случаев произошли по причине пожаров. В сводке спасателей есть и трагедии на воде. О печальной статистике специалисты ДЧС рассказали журналистам на брифинге. Это кадры пожара, который случился в прошлую пятницу в Петропавловске по адресу улица Жамбыла 1А. Пламя площадью 40 квадратных метров охватило верхний 10 этаж многоквартирного дома. Вовремя прибывшие на место ЧП пожарные быстро справились с огнем. Спасли 6 человек, 5 из которых были дети. С места пожара в общем было эвакуировано 45 человек, из которых 15 детей. В результате пожара огнем повреждено было домашнее имущество. То есть произошел хлопок газовоздушной смеси. По предварительной информации в доме производился ремонт. Причина пожара это опять-таки нарушение правил пожарной безопасности при использовании паяльной лампы. Помимо этого, на прошлой неделе в Северном Казахстане произошло еще два пожара. Горели дома в областном центре и в селе Кустовом Козелжарского района. Увы, обошлось не без жертв. Из-за неосторожного обращения с огнем погибли два североказахстанца. А 11 мая в Темирязевском районе спасатели обнаружили безжизненное тело 39-летнего рыбака, который утонул в водоеме. Мужчина считался пропавшим без вести. Также был зарегистрирован один несчастный случай. 16 мая в 13.00 район Габита Мусрепова, село Ломоносовка, улица Зеленая, на территории частного подворья при проведении земляных работ по прокладыванию водовода к жилому дому произошел обвал земляной насыпи. Траншея была глубиной порядка трех метров. Обвал грунта произошел на хозяина дома 1994 года рождения, который скончался на месте. За последние семь дней в Северном Казахстане произошло 50 чрезвычайных происшествий. Почти половина из них – это пожары и возгорания. Поэтому спасатели рекомендуют жителям не забывать об элементарных правилах безопасности. Абай Альжанов, Казбек Арыкбаев, новости МТРК. Раз в неделю по 15 минут. Из-за коронавируса в пяти уголовно-исполнительных учреждениях региона отказались от классических оффлайн-свиданий и заменили их на онлайн. Осужденные общаются с родными через скайп. Так же, как и прежде, они могут отправлять им письма, звонить. Наша съемочная группа стала свидетелем сразу нескольких свиданий через сеть. Простой и короткий диалог, в котором очень много радости и тепла. Кажется, можно протянуть руку. И вот родные и близкие Ауэза Акбазарова. Племянницу от волнения он сразу не узнал. Окажутся в его крепких объятиях. Жаль, но пока современные технологии не позволяют такого сделать. В реальной жизни это будет возможно через полтора года. Тогда север с западом, которые поменялись с жизнью Ауэза в 2016-м, снова вернутся на свои места. Каждую неделю сейчас так общаемся. Я приехал сюда из Ак-Тубе. Очень скучаю по домашним, по племянникам, детям. У меня их трое. Две дочки и сын. Ты письма доходишь, а мы, нет? Да, я на той неделе получила два письма. Я сегодня тоже в понедельник отправил. Раньше Тимур Урманов только так общался с супругой. А еще раз в неделю мог позвонить ей, чтобы услышать родной голос. Видеть у них возможности не было. Его избранница вместе с Тимуром свернула, как это принято говорить в таких случаях, не на ту дорогу. Так оба они оказались за забором с колючей проволокой. Не падают духом, поддерживают друг друга. Строят планы, зачеркивают дни в календаре. Когда наконец-то смогут снова быть вместе. Мы давно друг друга знали. Потом так начали общаться, дружить, потом поженились. Грабежами было. Дали ограничения, потом заменили, получается. Был на пробации, на контроле, заменили на решение. Освободиться, работать, жить, продолжать, чтобы сюда не попасть больше. Такие планы. Планы, цели, простые вопросы. На них каждому осужденному дается 15 минут онлайн-разговора. С начала апреля их было около 300. От привычного формата свиданий здесь отказались с приходом в страну нового вируса. Для неоспространения коронавирусной инфекции и в связи с приостановлением длительных корпусов Сочи свиданий в целях поддержания социально-полезных связей мы раз в неделю, согласно графику, данное мероприятие организуем. Дарья Пышмынцева, Рустам Тлеужанов. Новости МТРК. Воспитать хорошего человека. Эта задача стоит на первом месте у многих родителей, говорит Айнур Кайсенова. Потому она старается уделять больше внимания нравственному воспитанию своих детей. Сегодня вместе с ними прослушала онлайн-лекцию «Час добропорядочности», посвященную великому Абаю. Его творчество актуально и сегодня. Репортаж Айгири Мукановой. Айнур и Нуджан Кайсеновы воспитывают троих детей. Она учитель начальных классов, а он госслужащий. Несмотря на занятость, стараются уделять максимум внимания воспитанию детей. Доброта, честность, бескорыстность – одни из важнейших качеств человека. Их и развивают с ранних лет у младших Кайсеновых. Воспитание начинается с себя, а дети – лишь наше отражение, говорит Айнур. Поэтому в первую очередь следует следить за своим поведением. Также мы стараемся с мужем, супругом, вернее, как-то не показывать какие-то ссоры. У каждой семьи бывают такие мелочи даже. Как-то не показывать это, чтобы это дети видели только хорошее. Но иногда, конечно, мы им говорим, что жизнь состоит только не из красочных красок в мире. Поэтому бывает всегда разогласие, но это надо решить как-то мирным путем. Старший сын – выпускник 11 класса. Средний учится в 6, а дочь – Нурай в 1. Сейчас ребята большую часть времени проводят за уроками. Помогает им мама. Особое внимание уделяет занятиям с дочкой. Ведь сейчас она должна освоить основы знаний. И в этот период нельзя допускать пробелов в учебе. В семье также есть свои правила. Это позволяет дисциплинировать детей с раннего возраста. У нас даже дома есть свой закон нашей семьи, что наши дети сами придумали, чтобы каждый сам за собой убирался. Если кто-то опаздывает, там кушать готовили. У кого-то у нас по графику дома уборка. И вот так вот, что у нас порядок такой есть. Кайсеновы любят проводить время вместе. Сегодня решили посмотреть онлайн-лекцию «Часть допропорядочности», посвященную великому Абаю. 10 минут вместили в себя большое количество полезных знаний как для родителей, так и для детей. Айнур поклонится творчества поэта и мыслителя. Говорит, черпает вдохновение и слов в назидании Абая. Часть добропорядочности транслировали на республиканских телеканалах «Ейларна» и «Балапан» в 15.00, а также в социальных сетях. Показ видеоролика инициировала антикоррупционная служба. Главная задача данной лекции – это пропаганда и привитие у подрастающего поколения таких понятий, как честность, порядочность. И это все проводится именно посвященное 175-летию Абая Кунанбаева, именно в призме его слов назиданий, что именно в то даже время Абай Кунанбаев уже тогда призывал все подрастающее поколение быть честными и порядочными. С видеороликом можно ознакомиться на сайте антикоррупционного агентства. Часть добропорядочности в таком формате провели впервые. Ранее он проводился во всех школах страны во время классного часа. Агири Муканова, Михаил Казначеев, новости МТРК. Хранилище истории и уникальных фактов. 18 мая весь мир отмечает День музеев. Благодаря экспонатам историю мы не только знаем, но и видим. Порой можем даже потрогать. В праздничный день наша съемочная группа отправилась в музей областного департамента полиции. Что интересного хранят его стены, расскажем далее. Какой была полиция 300 лет назад? Ответ на этот вопрос вы узнаете сразу на входе в музей областного департамента. Уникальные документы и архивные данные, даже форму того времени, воссоздали по фотографии. Такой китель в 1719 году носили те, кто следил за порядком. И у нас в музее есть документы, подписанные тогда и царем, и первый документ нашей Петропавловского горуездной полицейской управы. Итак, полиция в Петропавловске 179 лет тому назад. Вот с того времени и начали действовать службу по охране на территориях улиц города Петропавловска. А уже сама Петропавловская управа была создана 159 лет тому назад, в 1840 году, когда были введены уже штатные конкретные должности. Сабли и револьверы, пожелтевшие фотографии и документы. В музее департамента полиции около 4000 экспонатов. Каждый уголок уникален и интересен, но для Евгения Шнайдера особую ценность имеет эта витрина. Она посвящена его отцу Давыду Кондратьевичу. Парнем он два года провел в горячих точках Афганистана. Вспоминать страшную войну и уж тем более рассказывать о ней детям разведчик не любит. А его подвиги дети и внуки узнают из архивных документов. Нашу роту поделили на четыре группы по 10 человек. Каждую высадили десантом из вертолетов. Наш вертолет постоянно обстреливался душманами. После высадки десанта при поднятии вверх он был подбит и упал. Бой продолжался в течение четырех часов. Рассказ записан со слов товарища Шнайдера. За освобождение Бахарана от душманов Давыду Кондратьевичу вручили орден Красной Звезды. По возвращению домой заступил на службу. Строгий, ответственный, постоянно был на работе, редко отца дома видел. Отец проработал мой в органах 25 лет, дороже патрульной полиции. Я сейчас работаю, также пошел по стопам отца, также работаю в патрульной полиции. С детства как хотелось, мечта была. Всегда, как отец рассказывал, брал с собой на работу, показывал службу. Каждая витрина – история мужества, экспонат – символ героизма. За 30 лет здесь провели 3000 экскурсий. Полицейские музеи посетили 45 тысяч человек. 18 мая для работников музея и не только этого день особенный. Они принимают поздравления и слова благодарности. Им говорят спасибо за то, что история не забыта. Будь то неповторимый эрмитаж или скромный музей завода, каждый герой оставляет свой след. А музеи этот след хранят для потомков. Агири Макашева, Жолдозбек, Ермуканов. Новости МТРК. Семь онлайн-вебинаров провели в центре Орлеус с декабря прошлого года для преподавателей малокомплектных школ региона. Трансляции проводятся в рамках проекта АУЕЛЬБИСЭГЭ. Главная цель – оказать помощь учителям, работающим в совмещенных класс-комплектах, а также максимально приблизить уровень знаний в сельских школах к городскому. К вебинару подключились более 100 педагогов. Для них эта трансляция очень полезна. Они узнают новые методики обучения не только от спикеров области, но и республики. Всего в регионе 366 малокомплектных школ, что составляет 77% от их общего числа в Северном Казахстане. Результатами данных вебинаров становятся, во-первых, конкретные методические рекомендации учителям малокомплектных школ по саморазвитию и профессиональному росту, а также мы планируем на следующий год проведение методических десантов по разрешению тех проблем, которые педагоги нам показали на данных вебинарах. В селе Имантау Айртаусского района полным ходом идет реализация цветов. Выращивают рассаду семейная чета Максютовых. Этим делом Елена и Рашид занимаются на протяжении 10 лет. Первые два года цветоводы работали на одном из предприятий. Затем решили попробовать сами. Поначалу было тяжело, рассказывают предприниматели. Многие саженцы просто выкидывали или раздавали. Но сейчас уже есть свои покупатели. В основном это местные организации. Также продукцию реализуют и в другие города Казахстана. Питунья белая, красная, фиолетовая, розовая. Ассортимент большой. В этом году Максютовы вырастили 150 тысяч корней. Помимо этого в теплице выращивают рассаду овощей. На этом все. Смотрите МТРК. Будьте всегда в курсе событий. До свидания. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова